О мероприятиях по подготовке города к ликвидации снеговых заносов и гололедицы фактически был прописан алгоритм, либо, если вы хотите, можно это назвать дорожной картой, по тем мероприятиям, которые должны проводиться предприятиями, организациями всех форм собственности, учреждениями, частным сектором, по подготовке непосредственно города к борьбе, скажем так, к снеговым заносам и гололедице. И затем расписан комплекс мероприятий, пошаговость этих мероприятий, как себя должны вести те, либо иные службы, которые отвечают за это мероприятие, опять-таки, все организации, все форм собственности непосредственно уже в момент ликвидации всех этих снеговых заносов. В данном решении утвержден состав штаба, городского штаба, который координирует работу всех городских служб и рекомендовано всем районным администрациям у себя создать тоже районные штабы по подготовке к этим мероприятиям и по проведению работ непосредственно во время мероприятий по ликвидации. Также прописано то количество техники, которые необходимо подготовить, в частности, коммунальному предприятию городские дороги. Они готовят 107 единиц техники. Далее определены места для складирования снега в результате, если после уборки необходимо будет его вывозить. Эти места определены во всех четырех районах. В Киевском районе это территория за станцией биологической очистки Южная, в Малиновском районе это район 6-го километра, в Приморском районе это улица Балковская, район буферного пруда, непосредственно буферный пруд, и в Суворовском районе это территория вдоль объездной дороги. Также в этом решении прописаны те рекомендации, которые необходимо разъяснить жителям нашего города, как убирать снег, как его складировать, что необходимо делать. Также прописана обязательная заготовка уборочного инвентаря и обязательная заготовка песчано-соляной смеси. Кстати, хочу заметить, что в результате того, что зима была теплая, в прошлом году коммунальному предприятию городские дороги удалось сэкономить большое количество песчано-соляной смеси. 107 единиц техники это все, чем располагает Малин, скажем так, из своих коммунальных предприятий? Еще раз говорю, я сказала, что 107 единиц техники это непосредственно коммунальное предприятие городские дороги. Затем у нас есть 9 специализированных подготовленных трамваев снегоочистительных, и у нас есть привлеченная техника всех коммунальных предприятий. Все абсолютно коммунальные предприятия принимают участие в этом процессе. Более того, это решение касается абсолютно всех организаций города, используется переключенная техника тоже. Подскажите, пожалуйста, сколько песчано-соляной смеси сейчас есть на складе? Сейчас на складе КП «Городские дороги» есть 21 тысяча тонн песчано-соляной смеси. Из них 17 тысяч тонн они сэкономили в прошлом году. КП «Городские дороги»